Вечерний РБК И говорим мы, как обычно, во все рабочие дни, исключая пятницу, про те новостные сюжеты, которые, как нам кажется, важны, интересны или затрагивают многих, а может быть, даже всех наших слушателей. Ну и сегодня не исключение, и у нас есть сегодня две темы, и мы, как обычно, их в традиционном нашем ключе и оформлении с помощью Марии Армас сейчас объявим во всеуслышание. Итак, две темы, как я уже сказал. Ну, первая тема, как обычно, у нас есть новостной повод, а по этому поводу можно поговорить на более широкие темы. Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин указал на возросшую опасность вторжения в права человека при пандемии. Вот что бы это могло значить, как в каких-то множестве разных вариантов ситуации, что бы это значило? Это наша тема на первую половину часа. Ну, а во второй половине мы к нашей нескончаемой теме не столько даже ковида, сколько ковикул, как теперь уже очень многие стали писать. Ковикулы и говорить, и писать. Ну, то есть та самая наша, как по-другому еще говорится, локдаун-лайт. Не до локдауна или квази-локдаун, или что-то в этом роде легкий локдаун. А нерабочая неделя для определенной части российской публики стала возможностью для самых разных вещей, в том числе для путешествий. То есть мы, я надеюсь, свяжемся с нашим корреспондентом Викой Лукашовой, которая будет сегодня в аэропорту Домодедова. Узнаем, как это выглядит. Ну, а кроме того, не только для путешествий, это возможность, ну и возможность для разных других вещей. Но насколько станет невозможным некоторые обычные аспекты ежедневной жизни, если люди остаются дома. Ну, в частности, если закрывается, скажем, шиномонтаж, и вдруг грянули морозы, что вполне не исключено в начале ноября. Ну, или там что-то сломалось мелкое, нужно починить, а мелкий ремонт не работает. Вот обо всем об этом мы будем говорить с вами во второй половине часа. Вечерний РБК Ну, и так, как водится, я напомню наши телефоны. Телефон для всех видов сообщений. Плюс 7903-797-6333. Телефон для прямого эфира 730-101 и код Москва-495. Ну, естественно, есть наш сайт по-прежнему, слава богу, www.silver.ru, где нас можно и слушать, и писать нам через него сообщения. Не тратясь на смс. Ну, и вот, собственно говоря, как Мария уже напомнила нам, есть еще YouTube-канал, на котором тоже можно нас слушать, смотреть, оставлять свои сообщения. Ну, в общем, короче говоря, взаимодействовать с нами и с другими слушателями вечернего РБК «Серебряного дождя». А сейчас давайте я еще раз обозначу тему. Естественно, сразу же постараюсь сформулировать вопрос для слушателей. Благо, у нас есть еще целых две минуты до короткого перерыва. Итак, председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, который в этом году, по-моему, в августе отпраздновал 78-й год жизни. Ну, то есть человек, так сказать, немолодой, заслуженный, и уже который год является председателем Верховного суда России, если я не ошибаюсь, 2003-го, до этого был еще некий период в 90-е годы. Так что давно на этой должности. Так вот, председатель Конституционного суда России опубликовал статью в российской газете. Вчера это было. И сегодня коммерцианты, некоторые другие издания, РБК в том числе, обратили внимание на то, что в этой статье, она довольно длинная, в ней, вот когда я ее распечатал в Уорде Кеглем 12, в Times New Roman, то получилось 10,5 страниц. Так вот, в этой статье он обо многом написал, на многие разные темы, но в том числе, вот на что обратили внимание коммерсанты и другие издания, он написал о том, что в условиях пандемии возрастает опасность вторжения государства и государственных органов в права человека. Ну, сразу же скажу, там еще много о чем написано, я потом просто зачитаю хотя бы под заголовки, чтобы было понятно, о чем идет речь. Но вот сама постановка вопроса, она довольно любопытная. И мой вопрос нашим слушателям вот какой. Считаете ли вы, что Конституционный суд сможет защитить ваши конституционные права, если они будут нарушены? Или они уже, может быть, нарушены? Вы сами или ваши знакомые сталкивались с подобными случаями, когда Конституционный суд вставал на защиту ваших прав? И насколько вообще вы доверяете Конституционному суду? Пишите нам на плюс 7903-797-6333, или звоните в прямой эфир 730-101, код Москвы-495, или пишите нам через наш сайт www.silver.ru. И еще раз прочитаю свой вопрос, а потом мы уйдем на перерыв. Александр Иванович, простите, но это прям провокационный вопрос. Почему? Ну почему провокационный? Я вам могу сказать, что все будут писать, что не верят, вот зная общую картину дела. Давайте посмотрим. Будут писать, что не верят, значит, у нас будет материал. Я тоже думаю, что мало кто об этом будет говорить. Но давайте посмотрим все-таки, что нам люди скажут. Считаете ли вы, что Конституционный суд... Знаете, Ремарка, мы сейчас как раз спровоцировали тех, кто верит. Верующие, пожалуйста. Отлично. Верующие в Конституционный суд. Доверяете ли вы вообще Конституционному суду? Считаете ли вы, что он сможет защитить ваши конституционные права, если они нарушены? И вы сами или ваши знакомые, или люди, которых вы знаете, сталкивались с подобными случаями, когда Конституционный суд вставал на защиту прав человека? Вот на этом давайте уйдем на паузу. Тут бы еще хорошо объяснить, а что это за конституционные наши права такие? Читайте Конституцию. Пока что нам пишут, ну что, обнулили Конституцию, обнулили права. Продолжение следует... 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 А потом мы поговорим с экспертом. Ну вот Станислав из Пятигорска, один из первых, кто откликнулся на мой вопрос, написал он так. Валерий Зеркин, испортивший карму на 300 лет вперед, робкими заявлениями не исправить. Сейчас много заявлений от лиц, от которых меньше всего этого ожидаешь. Видимо, мы чего-то не знаем. Совесть вряд ли, как говорится, поздно пить боржоми, товарищ Зеркин. Суд это где-то там за океаном, когда федеральный судья может отменить указ президента. У нас это Mission Impossible. Вот такие мнения высказывает у нас Станислав. И еще кое-что. Конституционный суд настолько изменился, что прошлый опыт уже не играет роли. Теперь я никаким госструктурам не доверяю. Так, ну, хорошо, давайте, тут у нас много еще всего сказано. Так, скорее всего, из слов судьи следует. Ребята, ваши права будут нарушены, и так будет. А мы, судьи, в курсе, но нам плевать. И продолжение этого же ответа на ваш вопрос. Конституционный суд ничего давно уже не может и не хочет. Никакой защиты не будет, и, видимо, это каждый день. Ну, в общем, да, Мария была права, пока что мы не видим оптимистов по поводу Конституционного суда. Но, все-таки, давайте я хотя бы вкратце прочту сначала то, на что обратили внимание Коммерсант и другие издания. А потом просто перечислю подзаголовки из гораздо более длинной статьи Валерия Зорькина. Значит, так, вот основные моменты, на которые обратили внимание. Права и свободы человека могут быть ограничены законом, дальше идет цитата, только в той мере, в какой это необходимо, в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Такая общая формулировка, это, собственно, цитата из Конституции российской, это часть третья, статья 55-я. Такая общая формулировка, дальше уже идет текст самого Зорькина, таит в себе опасность неоправданно широкого толкования и установления на практике чрезмерных ограничений прав и свобод человека для защиты ценностей общего блага. Опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека резко возрастает в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий. Это вот конец цитаты Зорькина. И еще одна цитата Зорькина, ну такая уже в свободном пересказе. В этих условиях у органов госвласти возникает большой соблазн пойти по пути, вот это уже цитата, пойти по пути ограничения прав граждан, чтобы защитить права и законные интересы других лиц конституционного строя и другое. Однако жизнь показывает, идет дальше тоже точная цитата, что этот более легкий путь далеко не всегда бывает верным. По его мнению, если и двигаться по этому пути, то не очень далеко и очень осторожно. Он считает, что созданные для защиты от угроз законы должны быть оправданы защитой конституционных ценностей и не должны вести к нарушению прав и свобод. Ну и в заключение, значит, Конституционный суд выработал правовые позиции о допустимом уровне ограничения прав и свобод. И, как пишет господин Зорькин, суд опирается на свой опыт, практику Европейского суда по правам человека и опыт Европейского конституционного правосудия. По его мнению, Конституция России содержит принципиальные требования, касающиеся правомерности ограничения этих прав. И понимание Конституционным судом критериев ограничения прав человека находится в русле общего подхода, выработанного Конституционными судами Европы. Вот так вот считает господин Зорькин. Ну, на мой взгляд, довольно неожиданные слова в устах председателя Конституционного суда. Так, мне кажется, на фоне того, о чем люди, в том числе и с юридическим образованием, и с юридическим подходом говорили последние лет, так, 7 приблизительно. Ну, а теперь я просто зачитаю вот отдельные из общей уже большой статьи Зорькина в «Российской газеты». Я зачитаю буквально под заголовки и очень короткие цитаты. Так. «Сложившаяся ситуация по-новому высветила проблему правового развития». Ну, Зорькин говорит о том, что есть масса кризисов, и постковидный мир уже не будет прежним. Но каким же он будет, и какими будут правы и государства? И продолжает. «По-новому высветила проблему правового развития. Право должно вобрать в себя представление о человеке, его правах и свободах как высшей ценности для государства, и одновременно о человеке как части народа, соединенного общей судьбой на своей земле, и о человеке, являющегося частью человеческого рода, человечества как цивилизации». «Цивилизации и право». Вот это интересно. Почему цивилизации и право? Это актуально прежде всего в связи с новыми биотехнологиями, вторгающимися в природу человека. Но есть еще ряд интересных цитат. Например, «Наличие полноценной обновленной конституции, закрепившей прочные государственно-правовые конструкции, и гарантирующей пространство свободы в рамках этих конструкций, является необходимым правовым фактором успешного развития России». Ну, а дальше не буду читать уже цитаты, буду прочитать только подзаголовки, чтобы было понятно, сколь широко господин Зорькин, сколь широко господин Зорькин, так сказать, охватывает взятую тему. «Защита социальных прав-обязанность государства». Так, следующий подзаголовок листаю. Как я уже сказал, статья на 10,5 страниц. «Критерии ограничения прав и свобод». Вот перед этим, так сказать, один из серьезных вопросов, который он ставит. «Одна из главных проблем — разрешение противоречия между гарантиями прав и свобод граждан и необходимостью обеспечивать национальную безопасность». И дальше «Критерии ограничения прав и свобод». Так, следующий, следующий абзац, не абзац, вернее, следующий раздел через полторы страницы. «О конституционной идентичности России». Так, «НТР и новые права человека». Листаем две, три страницы. Так, ну вот, вот цитата, которую я выделил. «В ближайшем будущем количество жалоб в связи с предполагаемым вмешательством в частную жизнь, вероятно, будет увеличиваться. Конституционному суду понадобится вырабатывать подходы к новым коллизиям прав, которые прежде не находились в поле его внимания». То есть, конституционный суд будет очень занят и будет очень нужен. Следующий раздел «Конституционализация отраслей права». Ну и последний раздел «Права меньшинств и права большинства». Вот такой вот очень широкой сетью Валерий Зорькин решил, так сказать, прочесать конституционное поле России. Вот давайте теперь на эту тему поговорим с юристом, другим юристом, юристом, экспертом по международному праву Александр Викентьевич Сковородко у нас на линии. Александр Викентьевич, слышите ли меня? Да, слышу. Большое спасибо, что к нам присоединяетесь и согласились потратить некоторое количество времени на обсуждение тех вопросов, которые, как мне кажется, возникают в связи с публикацией статьи Валерия Зорькина. Ну, прежде всего, вот, я не хочу вдаваться в обсуждение, так сказать, содержания глубокое. Ну, я примерно вот набросал, вы, наверное, последние полторы-две минуты слышали, о чем я говорил, примерно набросал, так сказать, хотя бы в виде подзаголовков основные сюжеты из статьи Зорькина. Обсуждение их у нас может завести очень далеко, и очень много времени на это уйдет. У нас всего-то семь с половиной минут, так что не будем в это вдаваться. Вот на ваш взгляд, что может означать статья Зорькина? Ну, вот мы с вами уже говорили буквально там несколько минут перед эфиром. Я высказал свои два предположения. У меня две версии. Одна версия, что Зорькин в свои 78 лет решил напомнить о том, что он жив, здоров и полон сил, и готов к действиям. И, так сказать, поэтому решил опубликовать такую программную, как это называется, статью. А другая версия, которая тоже, мне кажется, имеет право на существование, что одна из кремлевских башен в администрации президента решила, ну, такая более, так сказать, экономическая, либеральная, решила высказать свои взгляды и сказать, что вот хорошо бы нам как-то вот эту сторону нашей жизни вспомнить, может быть, немножко на нее обратить внимание, может, немножко украсить ее чем-нибудь. Ну, а ваше точка зрения, что может означать статья Зорькина, и почему она сейчас появилась? Ну, прежде всего, наверное, она означает то, что проблема существует, и что нужно как-то ее решать. И, наверное, Зорькин все-таки решил так. Посчитал, я так думаю, что если человек предупрежден, значит, он вооружен, начнут подходить к этому серьезно, что у нас, да, есть конституционный суд и в случае нарушения конституционных прав, как это, в общем-то, следует, если так вдуматься в смысл статьи, что, ну, значит, им можно воспользоваться, и эту возможность нужно использовать. Я так думаю, что именно это он хотел, да, на статье донести. То есть, если висит ружье на стене, то давайте из него выстрелим, как у Чехова в Кирсе, да? Ну, то оно может выстрелить, и вы можете воспользоваться в случае чего. Вот, кстати, вы вот говорите, что вот сейчас возникло. Ну, Зорькин достаточно часто пишет статьи, достаточно часто публикуется. Я в своих научных статьях его, кстати, довольно многократно цитировал. Скажу, есть очень интересные мысли, очень интересные факты. То есть, и самое интересное, что они потом вот с течением времени уже приобретали, так скажем, ну, иное звучание, более глубокое, осмысленное. То есть, сначала читаешь, вроде не обращая внимания, а потом берешь, допустим, читаешь, вот он сегодня сказал, а читаешь, допустим, года три спустя. И скажешь, господи, как человек все-таки разорлив был. То есть, не все, что сейчас кажется нам, может быть, там, сомнительным, или что, не факт, что через несколько, по прошествии некоторого времени оно будет восприниматься именно так, как сейчас. То есть, в общем, недооцениваем мы несколько Валерия Зорькина, если я правильно вас понимаю. Нет, мы, скорее всего, недостаточно понимать то, что вот он хотел этим сказать. Вот мы, как бы сказать, может, он хотел сказать одно, а мы видим в этом другое. Но в любом случае, он сказал то, что, например, то, что, я так понимаю, что Конституционный суд еще существует, но что сейчас существуют определенные проблемы, и нужно к Конституционному суду относиться серьезно. Нужно, наверное, каким-то образом, ну, использовать его потенциал, возможно, усилить как-то его позиции, может быть, усилить и благосостояние судей Конституционного суда, повысить оклады, увеличить штат, увеличить полномочия. И, кстати, как-то вот там же тоже идет, что вот там внес законодательные инициативы. Для чего он внес? Ну, для защиты прав граждан, для защиты прав судей тоже, кстати, гражданами является, и Конституционного суда тоже. Вот, то есть, как бы сказать, это, ну, это нормальное явление. То есть, такой прагматический подход, вы полагаете, у него в данном случае, не только напомнить о себе, но и напомнить о Конституционном суде, да? Так я понимаю. Да, более того, я скажу такую интересную вещь, что, например, вот мы все хаем там наши суды. Ну, я скажу, что прошел от мирового до, и выиграл от мирового до, это, до Странбургского суда. Ну, я вам скажу, что в Конституционном тоже, я в свое время засветился, скажу так, что Конституционный суд на порядок скоротечнее, чем Странбургский суд. Это факт. Понимаете? Вот. И, то есть, на самом деле, существует механизм, другое дело, что не каждый им спешит воспользоваться, не каждый может им воспользоваться, не каждый верит в возможность того, что это возможно. Да, вы знаете, из наших слушателей я пока что не вижу ни одного, который сказал бы, что да, я верю. Нам много сейчас вот пишут, я не буду сейчас просто цитировать, но ни один из тех, кого я успел прочитать, ни один из них не сказал, что Конституционный суд – это орган защиты прав граждан. Пока что такого я не увидел. То есть, поэтому, конечно, аудитория «Серебряного дождя» может быть не репрезентативная выборка всего, российского общества. Но я сильно подозреваю, что в российском обществе отношения к Конституционному суду либо не знают вообще о его существовании, либо думают, что это какое-то такое украшение витрины. А вы как полагаете? Вы знаете, у меня был один клиент. Так. Обратился в Европейский, ой, в Европейский, в Конституционный суд. Конституционный суд. Так. И дело пошло то, что шло к тому, что он мог это дело выиграть в Конституционном суде. Так. Но то ли он испугался, то ли он засомневался. В последний момент он дал задний ход, и дело осталось без рассмотрения. Или кто-то был очень сильно заинтересован в том, чтобы дело не шло к рассмотрению, и поэтому ему вежливо объяснили, что не нужно давать ход этому делу. Такое могло быть? Да, у нас в стране, наверное, все может быть. Но я думаю, что такой подход вряд ли здесь возможен. Потому что было решение Конституционного суда по очень похожему делу, а если Конституционный суд выносит в отношении какого-то дела, ну, решения, то оно уже обязательно при вынесении другого, понимаете, аналогичного. А у него уже было. То есть он имел шанс очень хороший. Но почему он не стал, непонятно. Понятно, понятно. Александр Викентьевич, у нас, к сожалению, остается буквально одна минута. Два очень коротких вопроса. Вы видите в этом какой-то скрытый смысл? Или вот статья означает ровно то, что в ней написано? И второй вопрос. Как по-вашему, это личная инициатива Зорькина? Или это Зорькин в качестве рупора чьего-нибудь выступает? Ну, вот у нас буквально 50 секунд. Я думаю, с последнего начну, что это личная инициатива Зорькина, потому что он довольно часто выступает. Но насчет смысла, скорее всего, что это не только то, что лежит на поверхности, смысл какой-то еще есть, который мы сейчас, наверное, все-таки не видим. И просто со временем, может быть, он раскроется. Глубокий смысл познается не сразу, как говорил Хаджан Исредин. Хорошо. Спасибо вам большое. Это был Александр Викентьевич Сковородко, юрист, эксперт по международному праву. Нам, к сожалению, как всегда не хватает времени, приходится уходить на рекламную паузу. Но, с другой стороны, это и хорошо.